В эфире «Утро Крачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря. С погоды! В Черкесске без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, а днем 7-9 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах Гололедица. В Адагихабльском районе республики за 2023 год отремонтированы 6 образовательных учреждений, созданы 12 точек роста. Представители района успешно участвовали в различных региональных и федеральных конкурсах. Это и многое другое было озвучено в Старокувинске во время подведения итогов года педагога и наставника. Подробности у Артура Мхце. Ученику Малабазинской средней школы Артуру Тукову 2023 год запомнится как минимум одним знаменательным событием. Он вошел в число победителей всероссийского конкурса сочинений с работой на тему «Чуткое сердце». В ней юноша рассказал о своем любимом учителе через восприятие методов преподавания. Вы не представляете, насколько это радостно за то, что у ребенка получилось. За то, что то, что он сделал, было оценено достойно. И что он это смог сделать. Это очень приятно, радостно. И ощущение гордости за своего ребенка. И что он приходит ко мне каждый день в класс. И что именно ему я объясняю какие-то вещи, которые он слышит, потом чувствует. И получается такой результат. Учительница и ее воспитанник были приглашены на итоговое мероприятие, посвященное году педагога и наставника в Адыгихабльском районе. Дом культуры Старокувинска в этот день посетили представители руководства регионального Минобра, депутаты республиканского парламента, а также сотрудники педагогических коллективов. То есть те, от кого во многом зависит, насколько грамотным, человечным будет подрастающее поколение. В марте месяце в нашем районе стартовал год педагога и наставника. Быстро пролетело время. Огромное количество мероприятий, в которых вы приняли участие. Это не пошло в связи с дополнительной работы в ваш адрес, с которым вы с честью спалились. Министра образования и науки республики Инна Кравченко поблагодарила педагогов района за проделанную работу. Назвала достижения Карачао-Черкесии за тематический период, рассказала о дальнейших планах в год семьи. Я считаю, что это продолжение года педагога и наставника, поскольку каждый родитель для своих детей является и учителем, и наставником, и другом. Дорогие и любимые мои коллеги, позвольте в преддверии нового 2024 года пожелать всем нам побед во имя мира, добра, любви, любви к детям. Одной из тех, чей труд в завершающемся году был отмечен, победитель конкурса профессионального мастерства среди преподавателей Лилия Дохова из аула Адыгихабль. Для меня это огромный опыт, это возможность показать не только себя, но и свои возможности, а также узнать что-то новое, интересное. Юные артисты поздравили педагогов и гостей мероприятия с завершением тематического года, исполнив музыкальные произведения и танцевальные номера. Артур Махца, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгихабльский район. В преддверии проведения новогодних и рождественских праздников Управление Федеральной службы безопасности России по Карачаево-Черкесии обращается к жителям и гостям республики с просьбой проявлять бдительность. В случае появления лиц, вызывающих подозрения своим внешним видом и поведением, а также обнаружения предметов, оставленных без присмотра, особенно в местах массового скопления людей, Просьба незамедлительно сообщать об этом по телефону доверия 2670.00, действующему круглосуточно. Анонимность гарантируется. Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о готовящейся акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести», «Северный Кавказ», затем программы русской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаево-Черкесии с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, с наступающим Новым годом, приятно провести каникулы и до встречи уже в новом году.